И об спорте. У Гомелеск рыжевали шабли и рапиры, фехтовальщики из всей Беларуси. У областных центра прошел открытый республиканский турнир по фехтованию Клинки-Полесе-2016. Споборничали спортсмены 2002 года на рожение и молодей. У споборничества шаблистов гомельским спортсменам у командным залику на лишайшую приступку пьедестала Гомеру подняться не удалось. Девчата завоевали бронзу, соступивши меньшанкам и брестчанкам. Юнаки стали другими, пропустивши наперед только спортсменов с Гродно. У рапиры гомельские юнаки и девчаты стали третьими. В Гомеле фехтование развивают с 2008 года. Для этого вида спорта это порауна ли не шмата, тому соправдные поспехи еще напереде. Доработано уже много, но, к сожалению, фехтованию нельзя быстро научиться. Это лет пять надо повкалывать, повозить и вложить немалые деньги, чтобы вырастить хотя бы звездочку. Рада, что идет работа в правильном направлении. Однако теперь гомельчанам есть чем похвалиться. Недавно сестры Ганна и Яна Андрейенко, а так само Деяна Захарова вернулись с чемпионата Европы сарод кадетов, где в складе сборной краины занялись 7 место. Это выступление без перебольшевания можно назвать поспеховым. На сегодняшнем этапе, учитывая наши реалии, да, вполне успешно выступают наши ребята. Не только на уровне республиканском, но и на международном. Великий уклад у развития не только Гомельской, а и Республиканской школы фехтования уносят детячие турниры, яке проводятся у Гомеля. И особливо такие массовые споборництвы, як клинки по лесу. Максим Савин, Валера Игапаньком, Телерадио, компания Гомель.